Путепровод через железную дорогу в Польшу, а дальше будет покруче. Итак, мы на поле, одна из центральных улиц, воспитанная дорожка, под нами железная дорога, вот путепровод второй. Идем в центр города Польский университет. Управление делами и бухгалтерского учета, скажем так. Погодка не очень. Вова, это первый раз в жизни больше, первый раз в жизни за границей. Да, первый раз в жизни. И какие-то уже впечатления. Да, много впечатлений, хотя мы буквально первый день, не считая того, что ночью мы ехали, на таможне стояли 3 часа, но очень приятные эти работники, как они там называются. Ну, что проверяют паспорта, там все такое. Очень интересная процедура, современная техника у них, сканируют паспорта. Там прямо в автоуст пришел целый таможенный пункт, переносной. У них, значит, такой портовой компьютер квадратный, как планшет. Проводишь карточкой, как паспортом, да, как в автомате, допустим, в терминале банковском, да. Также они что-то проверяют у себя на экранчике, и все, я даю тебе паспорт. Сразу ставят печать, прибытие или что-то, дата, да, въезда. И все, красивый мост, покажу. Современный, освещается ночью. Вот, там уже далеко, там уже что-то, дата, тектура. Польская птичка. Вон вокзал. Ага. А мы приближаемся к польскому аналогу ОТБ. В сети дискаунтера Бедронка. Бедронка – это божья коровка. Здесь очень хорошая дорога, вот посмотрите, какая идеальна. Как снизу, так и сверху. Нужно быть осторожным, я сейчас иду, смотрю по сторонам, у меня можно ехать велосипедист, на красную часть нельзя заезжать. Вот, что еще раз метка, вот посмотрите на дорогу. Это небольшой городок, один из 20, или скольких там, областных центров. 20, ой, как там, городков. Областных центров. Воевольств. Да, вот это то же самое, что в Украине какой-то, не знаю. Новоград, Валентинск. Не знаю, не маленькие города. Вот смотрите, как здесь все. Разметка, знаки. Все видно, все видно, нигде не заблудитесь, пойдете поступить дорогу. Вот уже закончилась особенная дорожка, видите, это знак. Все, там дальше пешочка. Нет, дальше не пишите, дальше я просто по проезжей части. Вот так. По правой стороне магазин «Педронка». Кстати, еще одна фишка Европы. Очень много машин дизельных. Не бензиновых, а дизельных. И универсалы. Можете посмотреть, все длинные машины. То есть у них максимально рациональные. То есть можно возить и велосипед, и ездить отдыхать. Очень практичные машины. Не джипы, а именно универсалы. Вот это то, почему Сережа сходил с собой. Да, сегодня мы пойдем покупать туда сыр, вино. Я не знаю, завтра мы отправляемся в Дресден. А потом, вы сами увидите, куда не будем, наперед рассказывать. Это дешевый супермаркет. Староство. По полю. Повиатова. Повиатова. Повиатова, а что это значит, не знаешь? Какое-то государственное учреждение. Так, куда дальше, ребята? Наша группа туристов. Туристы с Украины сразу все фоткают на Али. На телефоне. И обратите внимание, как все придерживаются правил дорожного движения. Мы сейчас стоим на улице 1-го мая. А над нами висят камеры, которые нас снимают. Дорогу, во-первых, в первую очередь снимают. Вот светофор, возле него камеры. Улица 1-го мая. В Польше тоже есть. Старо. Такая улица. Здесь много сине-желтых цветов. Это автобусы и всего остальное. Цена приезда автобуса около 2-х злотых. Светофор, как в Америке. Вообще, похоже, сусор. Паш. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.